Спасибо студия, доброе утро, Красноярск. Мы на острове Таташу. Сегодня Рубрика внутреннего офиса Бегляля находится на турнире по стрит-баскетболу. Сейчас подходим к команде «Березка» в составе Насти, Димы и Ивана. И Настя единственная сегодня представительница прекрасного пола. Не сбей к этому баскетболисту камеру. Настя школьница и участвует помимо этого в детской юношеской баскетбольной лиге. И Настя, как тебе в суровом мужском коллективе среди вот этих вот шорт и тестостерона? Нормально, крутая дружеская атмосфера. Скажи, пожалуйста, девчонки у нас на работе сплетничают, а среди баскетболистов есть какие-то такие, все-таки девушки остаются девушками? Ну, в некоторой степени, да, остаются. Спасибо большое. Немножко сонное. И Иван, он, кстати, наш земляк, но это не помешало ему стать игроком команды «Локомотив» за Краснодарский край. Краснодарский край, правильно? Да. Вань, расскажи, как ты туда попал и чем она отличается от сибирской лиги? Ну, особо ничем не отличается. Я когда играл с «Енисей», меня заметили, позвали. Я решил туда поехать и все. Мне там больше нравится, чем тут. Ну, сейчас ты приехал сюда на каникулы, типа... Уже скоро уезжать обратно. Включаешь по дому, по ребятам, по березке? Конечно, включаю. И Дима, который играет, в отличие от Вани, никуда не уезжал, остался в Красноярске, но, может быть, его перекупит в «Лейкерс», когда он свое мастерство оточит. Ваня, Дима, скажи, пожалуйста, «Енисей», в чем сложность игры баскетбол для тебя, как для школьника? Защита каждый год прогрессирует, поэтому сложнее играть, намного становится. В комбинации не приходит, а защита усовершенствует себя. Ну, а в школе тебе помогает то, что ты баскетболист, спортсмен? Нет, у нас, как бы сказать, вообще не спортивная школа. Человек пять на всю школу спортсменов. Остальные засели в компьютеры. Сейчас тебя увидят преподаватели, и директоры узнают, кто у них учится и кто защищает часть школы. Всего большого, ребята, команда «Березка», что ты снимаешь, что вот игра-то идет тут. Сейчас мы спросим у человека, который перед работой приехал на уличный баскетбол, на турнир. Вот, бежим, бегим, бегем к кольцу следующему. Я напомню, что уличный баскетбол – это игра три человека на три в одно кольцо. И, здрасте, вас как зовут? Геннадий. Геннадий. Геннадий, давайте повернемся, да, вот так. Геннадий, между прочим, юрист в одном из банков города. И, Геннадий, сколько лет вы уже занимаетесь баскетболом? Ну, игра, наверное, с класса десятого, а, скажем так, лет пять назад я выпустился из университета, поэтому давненько. Это прекрасно. Скажите, пожалуйста, как баскетбол вам помогает в вашей работе? Ну, здоровый образ жизни, он всегда улучшает организм, и баскетбол в частности, потому что кардионагрузки – это полезно для сердца. Следовательно, у тебя лучше тонус, что на работе, что в игре. А перед работой часто заезжаете поиграть, или больше после работы? Если время есть свободное, то обязательно. Спасибо большое. Я напомню, что в это воскресенье на острове Таташев состоится турнир краевой по уличному баскетболу, так что следите за новостями в группах баскетбольного клуба «Инисей» в социальных сетях и на официальном сайте Юлия Алексея.